Всем привет, мои красотки! Начинаю новый влог. У нас будет много интересного. Будем с вами сегодня тестить черную тканевую маску от Avon. Итак, поехали! Когда вам обзор заказа Avon снимала, мне как-то вот непонятно стала вся эта система на самом деле. Где надламывать, что надламывать? Слушайте, ну судя по всему, вот так. Давайте вот так попробуем. Не знаю, получится, нет. Нет, по-моему, так ничего не надламывается. Так, если как нарисовано вот здесь пополам, где была у нас линия. Сейчас попробуем так, как нарисовано. Вот по этим линиям, да? Потому что разметки, как в инструкции, здесь нет, девчонки, ее просто нет. Ну и что? И ничего не изменилось. Ну смотрите, написано же складывать вот так, правильно? Вот. Сложила. Раз. Сложила. Два. Дальше-то что? Ой, по-моему, надломилась, да? По-моему, сюда жидкость начинает проникать, потому что ее осталось мало здесь. Или нет? Сейчас буду разбираться, к вам вернусь. Слушайте, да, ломала, ломала. Вот они написали в инструкции по пунктирным линиям, сложите, да? Вы видите хоть одну пунктирную линию? Не считая того, что вот здесь я сама как бы согнула. Ни одной. Вот в этом весь Иван, девчонки. Если что-то делают, то все абы как. Прижмите влажную сторону маски к сухой до полного впитывания. Куда оставшуюся сыворотку девать? Ее здесь много. Ну, в принципе, нет. Она практически вся, смотрите, девчонки, туда вытекла. Практически вся туда вытекла. Маска пропиталась, я надеюсь. И мы сейчас с вами будем ее открывать. Ну да, вот она уже вся плавает. Капец. Так. Достаньте маску из упаковки, нанесите на лицо, оставьте на 15 минут. Распределите остатки средства по лицу массажными движениями. Она не смывается. Но это опять же все индивидуально. Будем с вами смотреть, смывается она или нет. Сейчас как открою маску, оттуда как польет. Там очень много сыворотки, девчонки. Так, открываем вверх. Очень много сыворотки. Осталось. Да. Очень много. Я сейчас прям ее налью над ванной, девчонки, чтобы на маску побольше вылилось. А, хотя в принципе нет. Она практически вся впиталась. Слушайте. Тут осталось вот в нижнем отсеке. Так, вот. Тканевая масочка такая мягенькая. Знаете, есть такие как будто бумажные. А это прям она действительно ткань. И ткань такая нежная, мягенькая. Здорово. Так. Красота страшная сила. Сейчас прям пост обязательно в инстаграм напишу. Сфотографируюсь. Ну, скорее всего, девчонки, этот пост выйдет гораздо раньше, чем этот влог. Лекала огромнейшая. Прям, прям, да. На мое большое лицо хватило. Если у вас личико маленькое, два раза обернетесь. Смотрите. Во как. Ну и все. Ходим 15 минут. Красота страшная сила. Я еще сейчас вот здесь надрезы сделаю ножничками. Потому что мне нравится, когда вот так прилегает. Да? А она не прилегает. Так вот, в плане лекала, очень удобная, девчонки. Очень удобная. Хорошо легла, все лежит. И я пойду, пожалуй, полежу. Через 15 минут вернусь. Ну что, прошло 15 минут. Давайте смотреть на результат. Маска местами почти сухая ткань. Прям вот по краям, особенно, она совсем высохла. Так. Слушайте, девчонки, ну неплохо. Ну вот в месте, где она была неровная, залом кожи остается. А так, что могу сказать? Тут даже распределять нечего. Ничего не осталось. Там написано распределить и по коже. Нет, особенно нечего распределять. Черное что-то. Ну даже не скажу, что цвет выровнен. Мне кажется, вы видите, что вот здесь покраснение, да? Есть. Что тон выровнен, не скажу, нет. Увлажнение, да. Увлажнение хорошее. Она нам обещает, эта маска, защиту и увлажнение, антиоксиданты, экстракт водорослей. Ну не знаю, девчонки, сказать, что подтянуло лицо, тоже не могу. Есть маски получше. Особенно на утреннее применение. Увлажнение есть. Увлажнение есть. От этой сыворотки есть липкость. Видите? Кожа липкая. Ну и мне, если честно, вот хотелось бы ее смыть. Потому что я чувствую, что на моем лице что-то есть. Выравнивание тона, ну нет. Точно нет, девчонки. Сужение пор никакого нет. Мне кажется, они наоборот в этой зоне стали еще более расширенные. И нос блестит, видите, да? Поэтому, не знаю, не вал. Повторять точно не буду. Допользую эти масочки, конечно. Но повторять не буду. Никаких чудес не увидела. Я вот если бы сделала сейчас Агафью, свою любимую. Лицо выглядело бы гораздо лучше. Свежее. Поэтому, нет. То ли я уже совсем просто тканевые маски не люблю. Нет, мне не понравилось. Не то, чтобы изуродовало лицо, но ничего хорошего тоже не сделала. Я, скорее всего, сейчас эту сыворотку смою и нанесу свой кремушек. Потому что мне не очень нравится эта липкость тоже. Или оставить поработать, чтобы уже сложилось впечатление какое-то. Ну, в общем, вот так. Привет, девчонки. Еще раз день. Второй, третий, четвертый уже сбилась со счету. Вы просили меня показать запасы своих масочек. Я вам сейчас обо всем расскажу. Параллельно будем делать карбокситерапию для лица. Я уже умылась, подготовила кожу. И сейчас будем наносить первый шаг увлажняющий бальзам. Мы сидим дома. У нас настала осень. Я хоть и в отпуске, но мы пошли на больничный. Потому что, отходив три дня в школу, начался кашель. Сухой какой-то такой, непонятный. И в понедельник, да, получается, вот, после первой учебной недели у нас с утра пять человек написали, что у них кашель. У кого-то с температурой, у кого-то без. Сосед у нас тоже заболел. В принципе, кашель бывает утром и вечером. Можно было бы водить в школу, но зачем? Сейчас все начнут болеть. Я ответственная мама. Мне не хочется заражать других детей. Хотя, я знаю, некоторые родители так делают. Ну, кто ходит на работу, кому деваться некуда. Нельзя брать больничный. Может, кто начальник работает. В общем, мы сидим дома, делаем уроки дома. Спрашиваем, что проходили, и делаем уроки дома. А сейчас она тусуется у соседа. Им вдвоем весело. На улицу не пойдешь. Девчонки, у нас резко похолодало. Последний день, когда мы гуляли, понедельник, получается, да, было очень тепло. 26-27 градусов. И на следующий день резко похолодало. Вчера, получается, во вторник, да. 12-16 было на день. И сильный дождь, ливень, порывы ветра. Сейчас буду выходить из ванной и покажу вам, что творится. На улице сейчас прям такие тучи ходят, ветер жуткий. Ну, вот прям настоящая махровая осень. На улицу не выйдешь. Еще вчера каталась по делам. И за покупками. Сейчас вам покажу, что я интересненького купила. Так, бальзам мы держим 2 минуты. Пока мы держим, начну вам рассказывать про маски. Так, давайте первые левраны покажу. На полочку их уберу. Я вам уже делала на них обзор. Это вот такие гелевые маски. Они, по-моему, по 400 рублей у них на сайте. Не знаю, на Озоне, почем они. На Вэлберсе. Очищающие, осветляющие. Их у меня тут целый арсенал. 6 штук. Не единственные. Самое большое преимущество, что у них более-менее натуральный состав. Мне они нравятся. И то, что они гелевые. Я в последнее время очень люблю гелевые маски для лица. Если раньше вы у меня могли видеть в арсенале маски глиняные, подсушающие. Мне все время хотелось кожу свою комбинированную, жирную в некоторых местах подсушить. То сейчас уже нет. У меня кожа, в принципе, более-менее себя нормально ведет. И даже в жару себя нормально вела. Поэтому я выбираю продукты гелевые. Потому что они, знаете, дарят упругость, что ли, вашей коже. Мне нравится ими именно пользоваться. Маски классные. Растительное происхождение. Особенно вот мне понравилась очищающая и восстанавливающая масочка. Прям вот зашли на ура. Вот у меня 6 таких масок от Леврана. Я сейчас буду прям с вами вместе расставлять их на ток. Вот скраб для губник. И я ими поочередно, девчонки, пользуюсь. И очень довольна. Хорошие, достойные маски. Так, дальше что покажу вам. Так, от Ликату. У меня две масочки. А где вторая? Вот она. Тоже очень нравится. Одна из них очищающая, другая, по-моему, пептидное омоложение. Вот обе нравятся. Пептидное омоложение вообще классно. Прям вот видимый эффект на лице. Подтяжки. Выравнивание тона. То есть действительно работающие продукты, да? Не то, что вот мы с вами Иванскую делали. Ну, не вижу я эффекта. Ну, вот хоть убей. Поэтому смысл. О, еще. Слушай, мне все падает сегодня. Еще вот эти масочки. Я использовала маску из серии гиалуроновой. Осталась у меня вот такая вот маска-пленка и коллагеновая масочка. Это у нас Исана. Попробую, обязательно потом расскажу. Так, дальше. У меня стоит никак не добьет органик-зон маска альгинатная. Хотя я очень люблю. Но просто, чтобы сделать альгинатную маску, нужно выделить время. Либо это лежать в ванной, вот как я люблю. Заодно можно из ванной прям вот смочить, когда она по периметру подсыхает. Вообще вот эта маска бомбезная. Я ее второй раз уже беру, и она мне очень нравится. Это тоже видимый эффект сразу после первого применения. Даже вы мне в комментариях, когда я ее делала, вместе с вами писали, что да, эффект видимый. Альгинатная маска, она засыхает на вашем... Мы ее размачиваем, быстро разводим в воде. Это надо все делать быстро, иначе она начнет сворачиваться уже в мисочке, в чашечке. И наносим на лицо. На лице она превращается в такой как бы резиновый блин, который мы потом снимаем. Под альгинатной маске хорошо наносить сыворотки, работающие, хорошие действительно сыворотки. И делать ее потом сверху, да, накладывать. Вообще мне очень нравится. Это прям вот маска, относящаяся к разделу чудес. Когда ты сделал один раз маску, и выглядишь потрясающе. Вот прям перед выходом, на выход куда-нибудь. Это супер. Так, сейчас мы с вами будем второй шаг наносить, потому что уже пора от карбокситерапии. Карбокситерапия, да, если про нее говорить, как о масках. Я обожаю, девчонки, у меня всегда она должна быть в запасе. Сейчас, может быть, я сделаю перерывчик и возьму уже осень пилинг. У меня стоит пилинг шаг Б и шаг С, нет шага А. Мне надо его отдельно приобрести и заодно вам снять видео. Вы просили мастер-класс по этому пилингу Фаберлик. Вот. А так я очень люблю карбокситерапию. Вместо кислот летом прям было спасение. Смотрите, начинает кожа пениться. Кто не видел, я делала отдельный ролик на карбокситерапию. Сейчас лицо начинает первое со вторым шагом взаимодействовать и образуется такая пена. За счет этого оно очень здорово до скрипа вычищается. Девочки, многие писали, что высветляет темные круги под глазами. Да, я тоже заметила от нее такой эффект, действительно. Высветляет пигментные пятна? Да, высветляет. Раз в неделю я делаю. Она, конечно, не избавит от них, эта система, но она их высветляет однозначно. Мне нравится. Кожа после нее обалденная. Мне нравится особенно, как работает третий шаг. Поэтому, если берете систему, берите всю целиком, все три шага. Третий шаг – это маска. И вот она на мне работает прям круче всего. От нее кожа пощипывает, так как не пощипывает сейчас от второго шага. Вот. Все. Везде нанесли. Пусть работает. Теперь на 10 минут нужно оставлять. Так. Что еще по масочкам, девчонки? Вот с вами. Вот такая маска у меня есть из фикс прайса. Это маска-пленка. Такая серебряная с блесточками. Ну, не с блесточками, но она такая мерцающая. Нравится. Вы знаете, неплохая маска тоже немножко подсушить жирную кожу. Я вообще маски-пленки тоже люблю и уважаю. С ними заморачиваться не надо. Одна из моих любимых масочек, особенно пленочек, это планета спас и кровь. Черная вот такая. Всегда тоже есть в запасе. Сейчас, по-моему, в следующем каталоге Avon тоже будут на нее скидки. Возьму тоже в запасе к себе. Очень нравится после нее. Лицо тоже вычищенное. Эффект пилинга, эффект шлифовки. Цвет ровный, подтянутая. Люблю. Люблю. Классная маска. Так же, как и вот эту от Avon. Avon Kies Avocado. Много раз вам ее тоже советовала. Она гелевая и заявлена для сухой, очень сухой кожи лица. Нет. Она подходит абсолютно для всех типов кожи. И от нее тоже крутой эффект вот этой вот упругости, да. Выравнивание тона и подтянутости. Рекомендую. Копейки стоит маска, но эффект от нее прям как от люкса, девчонки. Так, дальше что у меня тут. Ой, черных масочек осталось у меня мало. Глиняных вообще очищающих. Вот одна из них. Когда мне прям хочется подсушить, видите, не очень она у меня в расходе, но я только добила такую же голубую тоже из линейки Клиоскин. Черная маска для лица, сокращение поры блеска. Ну, не знаю, сокращение поры блеска на день разве что, да. И то даже может быть на несколько часов. Но иногда, когда хочется подсушить, применяю ее. Можно, кстати, такие маски, как умывалки, девчонки, применять. У кого жирная кожа. А вот эта маска от Фаберлик. От 2 в 1 антиакне. Активная крем-маска для лица, глубоко очищение, матирующий эффект. Тоже можно ее использовать как умывалку. Я вам советую вот именно от черных точек, да, и от расширенных пор. Она сужает их на какое-то время и вычищает до идеальной чистоты. Они становятся гораздо уже и менее заметны на вашем лице. Этот эффект, естественно, временный, потому что все эти процессы, они внутренние, изнутри организма. Не пытайтесь найти чудо-средство, которое вам навсегда сузит и вычистит ваши поры. Нет такого. А вот это вот носит временный эффект и действительно крутой. То есть если использовать как умывалку на каждодневной основе, результат не заставит себя ждать. Вот кто не пробовал, девчонки, очень рекомендую. Так, дальше. Ну, это скаточка ICO. Тоже обожаю, всегда должна быть в составе, в запасе. Осталось немножко. Надо будет посмотреть, можно ли ее будет в следующем у нас каталоге взять со скидкой или по купончику 250 рублей. Классно тоже вычищает поры и заодно шлифует лицо. Вообще продукт замечательный. Так, планета SPA маска-пленка вот такая, серенькая от Avon. Буквально вчера ее вечером делала очищающая маска-пленка. Нравится, действительно нравится. Черная с икрой лучше, но это тоже достойно. Лицо после нее гладенькое и слегка стянутое. И мне этот эффект тоже нравится. Она немножко подтянутая, стянутая, прям вот для жирной комбинировки. Для сухой, девчонки, вот эту не берите. Если черная не вытягивает влагу из лица, то вот эта вытягивает. Так, дальше что? Дальше серия новая, которая обновленная у нас появилась в Фаберлик. Здесь масочка для глубокого очищения кожи. Скатка, вот она, в которую добавили частички в этот раз в Фаберлик. Все равно она мне нравится. И маска для глубокого очищения кожи. Она такая кремово-глиняная, в корку не засыхает. Не скажу, что делает какие-то чудеса, потому что ее делаешь после скатки, а скатка сама по себе уже делает чудеса. И я не сильно заметила какой-то эффект от этой маски. От скатки, да. Поэтому дальше, если буду брать, буду брать одну скатку. Маску эту брать не буду. У меня от нее никаких там вау-впечатлений нет, как, допустим, от белой из Эксперт Фарма 2 в 1, да, когда поры сужены. От этой такого нет. И, насколько я знаю, если не убрали в Фаберлик Клубе, девчонки, вот эта маска Фаберлик Эксперт Фарма 2 в 1, она там есть. Если не убрали, сейчас надо будет баллы свои тратить в Фаберлик Клубе. Он закрывается. Ну, и, конечно, моя любимая масочка, Экспресс-маска, освежающая от Агафьи. Вот как она выглядит, девчонки. Вы мне про нее много раз тоже спрашивали. Которая круто утром сгоняет отеки, восстанавливает цвет лица здоровый. Слегка неприятное ощущение, пощипывание такое, может быть, даже с Женей. Кажется, что сейчас лицо покраснеет, но нет, оно не краснеет. Оно себя абсолютно нормально ведет. И когда вы ее смываете, увидите свежий, здоровый цвет лица. Сразу просыпаетесь от этих ощущений. Обожаю. Вот две штуки у меня лежат в запасе. Так, что тут из масок? Вот это маска, которая вообще не тянется. Рука Glamorous от Faberlic Instaglam. Она серебряная у меня. Мы с вами ее делали. Это просто увлажняющая маска. И она вот у меня, я ее один раз делала, стоит и стоит и все. Поэтому не тратьте на нее деньги, Faberlic. Я вас прошу, ради бога, за этот маленький тюбик на три раза. Маски кому и на две. Там она что-то 400 рублей, по-моему, стоит. Не надо. Так, еще масочка. Планета Спа вокруг глаз. Мне как-то девочки посоветовали ее не смывать, хотя заявлено, что ее нужно смывать, наносить таким приличным слоем на глазки, под глазки и оставлять до полного впитывания. Ну, по типу, знаете, как сейчас жидкие патчи BioGlow Faberlic. Вот так. И мне понравилось. Вы знаете, круто действует, освежает взгляд, выравнивает кожу прям под глазками, над глазками. Поэтому люблю этот продукт. Хороший, достойный. Так, от Mixit у меня масочки. Вот такая вот стоит. Присылали мне три маски. Заказывала. Вот эта вот такая, как с вкраплениями. Они здорово пахнут, хорошо увлажняют кожу. Поэтому люблю, когда коже нужно увлажнение, делаю. Так, еще мне понравилась. Вот у меня стоит масочка от Organic Zone. Смотрите, как она выглядит. От Organic Zone маска для лица для нормальной кожи, освежающей. Вот я ее прям советую для нормальной, жирной, комбинированной. Девчонки, она выглядит вот так. Она вроде бы кремовая, но потом она немножко на лице подсыхает. Чуть-чуть у меня осталось. Она мне нравится тоже на утреннее применение, как бабушка Агафьи. От нее такой сжажающий ментоловый запах. И она тоже сгоняет отеки. Круто выравнивается от лица. Вот действительно понравилась крутая маска. Ну и, по-моему, все, девчонки, из масок. Может быть, что-то, конечно, пропустила, потому что у меня тут такой арсенал. Все заставлено. Но вроде основное рассказала. Сейчас буду смывать и наносить маску к амоксотерапии. Потому что наношу третий шаг. Вот сейчас будет вырви глаз. Сейчас в Т-зоне так будет щипать. Но, правда, секунд тридцать и проходит. Прям хочется иногда даже покричать, если честно. Пока смывала, нашла еще две маски. Сейчас покажу, девчонки. И еще, девчонки, напишите, пожалуйста, нужно ли делать видео вопрос-ответ или сделать прямой эфир, поотвечать на вопросы, пока есть время. Или, может быть, вы свои вопросы напишите. Там я выложу в сообществе пост. А мне просто отснять ролик вопрос-ответ, который вы можете посмотреть в любое удобное для вас время. Или сделать прямой эфир. Напишите тогда, пожалуйста, девчонки. Вот. Так. Ох, как дерет-то зону. Ёшкин ты кот. Прям нещадно. Прям нещадно дерет. Ой. Проходи быстрее. Вот тут даже в уголках глаз смажу карбокситерапией, потому что она высветляет. Так. Еще одну маску нашла. Это... Господи, забыла. Багздрав. Вот, Багздрав. С пробиотиками серию целую заказывала. Там крем, сыворотка и маска. Понравилась. Вы знаете, номер 36 у этого продукта маска действительно понравилась. Пробиотическая, антивзрастная, мультивитамин. Только хранить их надо в холодильнике, они быстро портятся. Потому что с пребиотиками. Очень хорошо личик увлажняет. Прям понравилось. И от Ифраша. Масочка приходила в подарок с облепихой. Вот такая. Вы знаете, неплохая маска тоже. Она действительно круто увлажняет. И цвет после нее лица такой здоровый. Поэтому да. Не скажу, что я ее в следующий раз куплю самостоятельно. Но пользуюсь и в принципе нравится. О моих любимых масках вы уже все знаете. Я вам о них рассказывала и сегодня показала. Ну вот и все, наверное. Вот и все, мои хорошие. Сейчас покажу вам, какая у нас погода. И что купила. Вот как раз и пошел ливень. Ходили тучи, ходили. Смотрите, что у нас творится. Наверное, градусов 14 час. Ливень. Вчера был сильнее ветер сильный. Деревья качаются. И вот такое небо хмурое. Вот такая хмурая осень. Вчера девчонки долго не могла выбрать кроссовки. Вот реально долго. Вроде хочется белые, стильные, на платформе и все такое. Но под каким ливнем я вчера бегала по магазинам их выбирала, вы себе не представляете. Я подумала, блин, мне же тогда придется их каждый день чистить. В общем, я перемерила кучу кроссовок в куче магазинов и взяла себе в итоге черные. Вот так они выглядят. Вот такие тут штуки. Висят они как бы тканевые. И вот тут ничего сверхъестественного. Вот такие обычные черные кроссовки. Я подумала, что это практичнее. Слушайте, белые я себе куплю на следующее лето. Вот так вот они выглядят. 1150. Все удовольствие. Брала, чтобы не было нигде ткани вот здесь на носу. И вообще на поверхности кроссовок, чтобы они не промокали. Носиться в такой дождь. И сумочку тоже очень бюджетно взяла. Мне она подходит прям под мою куртку. Просто осеннюю по цвету, по расцветке. Вот такая обычная классическая сумочка. 650 рублей она стоит. Все удовольствие. С двух сторон вот такая она одинаковая. Повесил на плечо и пошел покорять мир. Еще на днях девчонки прикупили новый принтер. У нас почему-то старый полосил. Но это не принтер, это МФУ 3 в 1. Сканер, ксерокс и принтер. Взяли вот такой вот Кэнон. Брали в Эльдорадо за 10 тысяч. У меня там 1000 баллов была скидка. Уже попробовали печатать фотографии. Вот это напечатал он. То есть цветопередача, все классно, супер. А это я отсканировала и распечатала. Посмотреть, пропадает ли качество отсканированных фотографий. В общем, нам понравилось. Все супер. И самое хорошее, что у нас просто был дешевый цветной принтер HP. И там нужно было менять постоянно дорогущие картриджи. Мы пробовали их скрывать и заправлять сами, но получалось бы значит что. А здесь заливаются чернила. Вот сюда черные. Вот сюда цветные. То есть мы вот так открываем корпус. Открываем, отвинчиваем и заливаем. И все. Чернила недорогие. Их тоже можно в принципе на Алиэкспресс заказать. Так что покупкой довольны. К школе надо. Собственно говоря, вот это все к школе. Надо обязательно распечатывать что-то постоянно. То и дело нужно. Еще девчонки у меня спрашивали, как носки Фаберлик ведут себя в носке. Девчонки, вот как они себя ведут. Все прекрасно. На ноге сидят замечательно. Смотрите. Вот они носочки, вот эти новенькие, которые. Все отлично. Все прекрасно. Вот я подумала у них щеголяю, чтобы ножкам было тепло уже, потому что холодно на улице. Вот как они сидят на ноге. Дождь втопил просто проливной. Все потемнело. И вот так уже второй день. И вроде так всю неделю написано. Прям просто проливной. Смотрите, как деревья шатаются. Еще сильный ветер. В общем, из дома не выползешь. Вообще. От слова вообще. Смыла масочку. Сейчас сделаем с вами уход. Это корейский тонер. С АХ-БХ кислотами очень мне нравится. Прям очень. И удобно. Распылил. И все. И кремушка от Эфраше. Вот этот Себа Вежиталь на дневной основе. Уже можно его использовать. Он поплотнее. Я его все оставляла. Пользовалась кремом из линейки. Из новой. Из вот этой девчонки. Он полегче. Вы меня часто спрашиваете уход за жирной комбинированной кожей. Я вам его стараюсь показывать во влогах. Крем из линейки Кислородный баланс дневной. Он легкий был на жару. У кого еще жара его использует. Вот этот мне нравится от Себа Вежиталь. Он просто поплотнее. Он тоже матирует. Но он какой-то плотный. Вот. И поэтому сейчас, когда уже холодно, я его с удовольствием использую на дневной основе. И на зону декольте. Вот так. Ну вот и все, мои хорошие. Наверное, влог буду заканчивать. Если видео было вам полезно и понравилось, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Я прощаюсь с вами до следующих роликов. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok